пирожки с капустой в духовке рецепт теста для пирожков который радует своей простотой при этом получается превосходный результат вы часто меня спрашиваете какие пирожки у меня самые любимые так вот этот рецепт занимает почетное первое место тесто здесь легкая как пушинка выпечка сохраняет мягкость долго но трудно не съесть сразу делюсь с вами небольшими секретами нежной выпечки и вкусной начинки из капусты обо всем по порядку давайте скорее начнем одну луковицу мелко нарубим ножом ее вполне хватит на всю начинку рядом на крупной терке измельчаем свежую морковь морковь дает красивый цвет и сладость начинки две столовые ложки растительного масла хорошо разогреваем на одну половину сковороды лук на вторую морковь именно так сок от моркови не помешает обжариваться луку обжаривая все вместе мы сокращаем время на приготовление начинки перемешаем уже после того как обжарим 350 400 граммов свежей капусты нашинкуем соломка не должна быть длинной солим мнем мятая капуста займет меньше объема выделит сок и быстрее прогреется все овощи обжариваем на большом огне но следите за тем чтобы капуста не подгорела она должна жарится я люблю когда она остается слегка хрустящей перчу а вот соль добавлю возможно позже если потребуется пишите в комментариях что вы обычно добавляете в капустную начинку вкусная начинка из капусты для пирожков для пирогов для вареников готова даем ей остыть тесто для пирожков будет на молоке 300 миллилитров подогретого но не горячего молока 3 чайные ложки сахара 20 граммов свежих или 7 граммов сухих дрожжей размешиваем напомню что все ингредиенты в ложках стаканах а также точных граммах вы найдете в описании к видео перемешав добавляем 2 яичных желтка яичные желтки в отличие от белков не делают тесто жестким а наоборот делают более рыхлым сдобным так как желток это жиры получается очень вкусное мягкое тесто далее немного муки для того чтобы размешать вместе с ней соль чайную ложку без горки вводя соль вместе с мукой она меньше контактирует с дрожжами тесто соответственно быстрее поднимается по рецепту ровно 500 граммов муки было отмерено содержание белка в моей муке 10 из 6 если белка будет больше муки уйдет меньше и наоборот также по рецепту у нас идет мягкое сливочное масло 50 граммов который я делю на три части не растапливая потому что с растопленным маслом уходит больше муки соответственно тесто получится чуть чуть плотнее масло увожу в конце чтобы она также не замедляла брожение постепенно тесто становится более эластичным мягким она легко вымешивается когда мы вводим масло в конце и меньше прилипая к рукам посмотрите как ведет себя идеальное тесто она держит форму не растекается по сторонам когда тесто будет более жидким выпечка будет подниматься не вверх а больше расходиться по бокам ставлю тесто в духовку которую предварительно прогреваю до 40 градусов затем выключаю и жду 40 60 минут для смазывания пока можно размешать один желток и столовую ложку теплого молока пусть эта смесь также постоит она будет лучше ложится на тесто а вот и тесто поднялось отлично за счет масла тесто не прилипает к посуде даже если прилипает то легко отстает не оставаясь ни на руках и на столе взгляните какое оно эластичное приятное даже без муки не липнет к рукам середине делаем отверстие прокручиваем получаем толстый жгут который присыпаем мукой для удобства и затем делим на две части каждую из них свою очередь разделим на небольшие кусочки всего получается 16 штук примерно по 60 граммов кусочек но всего тесто получается 920 грамм для тех кто любит цифры каждый кусочек теста сразу скатываем в ровные шарики это позволяет не тратить время на раскатку ровных круглых лепешек можно теперь подождать 2-3 минуты я буду раскатывать и лепить пирожки прямо сейчас тесто раскатываем не очень тонко примерно размером с ладонь далее столовая ложка начинки внутрь не старайтесь много начинки положить потому что тесто будет подниматься и возможно швы разойдутся больше всего я люблю пирожки треугольной формы для этого с трех точек поднимают тесто к центру затем швы соединяю делаю их тонкими для того чтобы слегка подвернуть подворачивая мы исключаем возможность того что плохо слепленный шов может разойтись этими швами пирожки будем раскладывать на противень ну вот примерно так пирожки обязательно размещайте на расстоянии друг от друга для того чтобы они меньше соприкасались потому что они еще увеличатся в объеме после того как слепили все пирожки мы их смазываем яично-молочной смесью ждем 10-15 минут и смазывание повторяем но делаем это уже аккуратнее я сначала наношу смесь и затем уже кисточка и и распределяю более равномерно духовка у меня электрическая температура 170 градусов вверх-вниз конвекция для тех у кого духовка газовая температура должна составлять 180 градусов средний уровень время выпечки 12 минут в электрической духовке а в газовой обычно выпекаются за минут 15 взгляните какие золотистые красивые воздушные пирожки получились тесто превосходное воздушное мягкое и поверьте такая выпечка не черствеет быстро готовьте с удовольствием